Доказуем разные функции. То есть всегда, когда я включаю теорию гендера, в какой-то момент хочется сказать следующее. Что вот есть понятие вычислимой функции. Вот вычислимая функция определяется двойно. С одной стороны, вычислимые функции это, так называемые, общие рекурсивные функции, то есть в определении которых участвуют, так сказать, вот эти вот рекурсии, там, подпозиции, еще, например, мюрооператор, там, для тебя минимума. Есть некоторые странные языкопрограммирования, которые, может, трудно кто-то там записать. А другое определение, которое неформальное, но которое связано с исходным тезисом Чурчак, утверждает следующее, что всякая функция, которую можно вычислить на, там, современном компьютере, является вычисленностью. То есть, когда нам где-то внутри, так сказать, нашего рассуждения нужна вычислимность, то мы говорим, ну, окей, это можно запрограммировать, значит, это вычислить. Но в какой-то момент, когда мы уходим до казательства теоремы Гёделя, нам перестает хватать вычисленности. И нужно, чтобы наши функции были примитивные или инкурсивные, а эти функции образуют более узкий класс. И нам приходится программировать на другом странном языке, и наше рассуждение становится довольно сложным, и, как вы говорите, слушаем. Возникает вопрос, почему мы не можем обойти столько вычислительных функций? И вообще не говорить о примитивных и инкурсивных, а для вычислительных будем просто каждый раз, когда нужно что-то, мы демонстрируем, что-то вычислим, просто писать программу, даже примем языке типа си. Ответ так вот. Вот давайте мы посмотрим на наши свойства. Свойство у нас будет такое. Для любого И существует единство, и такое, что это в принципе. Это должно быть доказуемо, ну, в некоторой тюре. Надо бы назвать ее Т, может быть это П, может что-то более сильное, это не так важно. Кстати, условия должны доказуем. Давайте мы предположим, что мы хотим. Можем ли мы добиться того, чтобы все всю данную зеленую вычислимую функцию удовлетворяли. То есть мы написали вашу функцию, мы как-то проверили, что она всю данную зеленую. Да, единственное. Несюда примерно, конечно, все плотно. Такие функции использования нельзя. Это программа, которая зависает. Но можно хотя бы для всех тех, кто действительно не зависает, можем ли мы добиться того, что выполняется? Ответ, к сожалению, отрицательное. И это связано вот с чем. Ну, смотрите. Это вот звездочка лектора, так сказать, проверка корректности нашей программы. Ну, проверка очень слабая. Мы не гарантируем, что наша функция вычисляет то, что нам нужно, но мы гарантируем, хотя бы то, что мы что-то пусть, а не вводить в скорейшнице. Но давайте попробуем того, что. Представь себе, чтобы все определенные вычисливые функции записали в таком виде. Так, чтобы для каждой из них есть своя большая, которая ее создает, и для которой есть доказательства. И давайте вот это здесь напишем D. D это доказательства того, что все хорошо. Доказательства это утверждение. И давайте вот перечислим нашу функцию. Здесь функция F1. И к ней давай отпугаем F1. Доказательства того, что она работает. Функция F2. Это 2. И так. И теперь давайте напишем такую функцию H. Такую, что H от I. А в определении это будет F1 от I плюс 1. Смотри, что это будет за функция. Эта функция будет всюду определенной. Правильно? Потому что все вот эти функции будут всюду определенной. Но при этом она не появляется в этом знак. FH от I никогда не равно F2. Значит, H не совпадает с этой ни до какого в карманной связи точкой геориоза чайной. Таким образом, мы получаем, что если бы мы написали язык программирования, в котором все функции доказуемо, если бы все функции всюду определенные, то всегда есть функция, которая не выпадает, которая всюду определенная, которая вычислимая, очевидно, потому что мы можем всегда взять, так сказать, H алгоритм отсюда вычислим. Но которая не входит в этот список, которая здесь не была очень ценная. А вот эти вот D, которые здесь есть, я garantiрую, что все эти функции всюду определенные. И тогда вот это всегда всюду определенное. Это вот эта неразность, которая здесь написана. Опирается на то, что FH от I определен. Потому что если бы FH от I не было определенного, тогда бы здесь был неопределен, здесь был неопределен. И эти значения были бы как бы равны. А так нет. В результате классы функций, для которых мы можем доказывать в какой-то теории, что они доказывают украинтатально, всегда будет, наверное, меньше, чем. И нам нужно будет пользоваться ограниченными языками программирования, такими как примитивно-рекурсивные функции. Такая вот моральность. Конечно, есть применяемые в индустрии более мощные системы, чем примитивно-рекурсивные функции, но которые, тем не менее, тоже обладают этим способом. Но, правда, уже не для Т, а для других теорий, для алюминистового порядка, например, это так называемый лямбрад квадратный программ. Эти системы, которые применяются в КОК, но это выходит за осмотрение здесь, чтобы приобрести все эти системы, хотя бы когда-нибудь про тот же КОК кто-то будет рассказывать с картинками.